Все эти земельные участки располагаются рядом с болотом и озером. Из-за обильных в этом году осадков уровень воды здесь стабильно высокий. Частные подворья постоянно топят. Решить проблему пытаются несколькими способами откачивать воду, отсыпать дамбу, но ситуация по-прежнему остается плачевной. Как отметил Игорь Кобзев, все эти меры временные и поручил найти новые земельные участки для жителей подтопленных домов в селе Баклаши. Мы какие-то первоочередные мероприятия помогли по откачке воды, но вообще стратегически нужно думать, изыскивать новый земельный участок, оформлять его, делать кадастрирование, переставлять жителям, подводить коммуникации и переселять. Другого варианта нет, потому что этот период будет каждый раз повторяться, большие затраты легче сделать, но это для этого должны сами жители тоже определиться. Многие из них приобретали эти дома на сертификаты, кто-то на материнский капитал, у каждого своя такая индивидуальная личная будет трагедия, но в целом жители должны понимать, что другого варианта нет. Они находятся в зоне риска, в зоне риска, где есть угроза жизни и здоровья. В селе Баклаши подтоплено около 80 домов, почти все территории, земли, сельхоз назначения. Мы теперь как муниципалитет должны будем предоставить земельные участки, сначала определиться в количестве таких земельных участков, а потом предоставить их где-то в другой местности, где у нас нет подтопления. Ну и разумеется, от нас должны будут подведены коммуникации, это тепло, вода, канализация, отопление, электричество. Это мы все готовы обсуждать. До 1 октября планируется определить зоны подтопления, поставить их на кадастр, тем самым исключив дальнейшее строительство на этих территориях. Еще одна неприятность, с которой столкнулись жители Баклашей, это капитальный ремонт дороги. Сроки строительства срывает подрядчик. Губернатор обязал устранить проблему в течение двух недель.